черные дыры самые страшные объекты которые нам людям довелось наблюдать во вселенной это безжалостные машины которые настолько сильно искривляют пространство что даже свет не в состоянии вырваться звезды экзопланеты просто беспомощны в противостоянии силами гравитации этих чудовищных объектов но если все так и есть если все звезды бессильны перед мощью черных дыр значит ли это что они могут поглотить всю вселенную сперва давайте задумаемся вот над чем мы знаем что звезд в космосе намного больше чем песчинок на пляжах земли в наше время этим интересным фактом уже мало кого удивишь его часто можно встретить в детских энциклопедиях по астрономии исходя из этого планет получается еще больше поскольку в звездных системах их обычно как минимум 23 также ученые назвали количество галактик видимой нами вселенной тут правда точное число подсчитать пока никто не смог но минимальная цифра есть 100 миллиардов а сколько же тогда во вселенной черных дыр давайте попытаемся разобраться в этом вопросе нам поможет математика и прямые наблюдения обсерватория чандра лучший рентгеновский телескоп на сегодняшний день который находится в распоряжении человека она идентифицирует сотни рентгеновских источников каждый из которых соответствует далекой галактики если вкратце то основываясь на энергетическом спектре полученных фотонов можно сделать вывод что в центре каждой галактики существует одна сверхмассивная черная дыра цифра выходит внушительная учитывая что минимальное число галактик 100 миллиардов но мы то знаем что в космосе гораздо больше черных дыр чем по одной на галактику опять же повторюсь мы делаем акцент на как минимум если вас интересует точные цифры то немного подождите думаю пару сотен лет как минимум почему да потому что обнаружить черные дыры невероятно сложно те что открыла чандра это самые массивные активные и все такое но ведь большинство черных дыр не являются монстрами в миллионы миллиарды солнечных масс и большинство из них не активны в настоящее время черные дыры вообще такое ощущение не особо то и хотят чтобы их обнаруживали совсем недавно например японские астрономы заметили газовое облако вот с таким названием она двигается около центра нашей галактики на расстоянии 25 тысяч световых лет от земли в созвездии стрельца почему внимание японцев привлекло именно это облако неизвестно но они разглядывали его в телескоп до тех пор пока не обнаружили что она вращается вокруг массивного невидимого объекта провели детальный кинематический анализ и выяснили что у этого объекта огромная масса в тридцать тысяч раз больше чем солнце и сосредоточена она в регионе гораздо меньшим чем наша солнечная система отсутствие какого-либо объекта который наблюдался бы в этом месте указывает на то что это именно черная дыра средней массы теперь ученые принялись рассматривать другие облака в надежде обнаружить другие скрытые черные дыры что интересно это черная дыра обнаружено всего в 20 световых годах от сверхмассивные черные дыры в центре нашей галактики и в будущем она впадет в эту сверхмассивную черную дыру но все-таки существует способ получить качественную оценку количества и распределение черных дыр за всю небольшую историю наблюдений нам удалось повидать многое смерть звезд катастрофические события и звездообразования поэтому отыскать именно те цифры которые мы ищем возможно существуют три способа возникновения черных дыр например чтобы получить черную дыру нам нужна звезда которая будет в 20-40 раз больше массы солнца чтобы из нейтронной звезды получилась черная дыра их нужна либо пара которая в ритме танца по спирали сливается сталкивается либо нейтронная звезда высасывающая массу из звезды компаньона до определенного предела около двух с половиной трех солнечных масс чтобы получить прямой коллапс черной дыры нам нужно достаточно материала в одном месте для образования звезды в 25 раз массивнее солнца и определенные условия чтобы получить именно черную дыру приблизительно одна из тысячи звезд имеет массу достаточную для того чтобы стать черной дырой после смерти наш млечный путь имеет 250 тире 400 миллиардов звезд а это означает что в нем может быть от двухсот пятидесяти до четырехсот миллионов черных дыр звездной массы поскольку во вселенной есть галактики крупнее нашей то и черных дыр там гораздо больше фактически математика предполагает что новая черная дыра формируются каждую секунду или около того неплохая статистика для совершенно невидимых объектов согласитесь общую же картину карту черных дыр мы не увидим до тех пор пока не научимся качественно их визуализировать но и эта информация нам достаточно чтобы приблизительно представить себе количество черных дыр во вселенной поразмыслить пофантазировать и попытаться ответить на вопрос почему черные дыры не поглотили всю вселенную и смогут ли они вообще это сделать ведь согласно теориям и гипотезам черные дыры притягивают к себе и поглощают материю из-за чего они постоянно растут тяжелеют и увеличивают свою силу притяжения но тут сразу вопрос почему мы не видим этого расширения оставим этот вопрос на потом и продолжим размышлять если черные дыры существуют давно и все это время поглощали вещество они должны были превратиться в гипер образование на фоне которых галактики выглядели бы песчинками огромные космические расстояния тогда не будут помехой черные дыры смогли бы притягивать и поглощать самые дальние объекты включая и более слабые черные дыры в конечном счете должны остаться лишь сплошные громадные такие черные дыры они вот это вот все что мы видим на небе звезды планеты галактики но в реальности ничего такого не происходит и это сильно озадачивает ученых покойный стивен хокинг считал что на микроскопическом уровне вещество может вырваться из черных дыр он предполагал что черные дыры будут испускать частицы в процессе который вскоре назвали излучением хокинга это излучение медленно уменьшает массу черных дыр и потом со временем они испаряются в общем черная дыра не вечна как и все во вселенной она тоже имеет свой срок годности или жизни называйте как хотите с ним согласился физик-теоретик эдвард виттен который также добавил что наше классическое представление черная дыра может поглощать все что к ней приближается но не может излучать ничего неверное поскольку квантовая механика такому объекту просто не позволяет существовать но правда доказать это пока никому не под силу черные дыры надежно хранят свои тайны да и поглощают они материю гораздо в больших объемах нежели излучают и кстати не совсем правильно считать что черная дыра притягивает к себе все вокруг по одной из версий черная дыра поглощает объект только если он столкнется с ним напрямую но в случае если объект подойдет на критически близкое расстояние но при этом не столкнется он будет просто разорван приливными силами конечно если достаточно недолго подождать всего-то 10 в 38 степени лет то мы сможем наблюдать практически пустой космос в нем кроме черных дыр ничего не останется правда это объясняется тем что к этому времени во вселенной просто уже не будет газа пылевых и молекулярных облаков то есть материалов для образования звезд а вовсе не тем что черные дыры там все поглотят но как же быть с ответом на вопрос помните если черные дыры растут тяжелеют увеличивают свою силу притяжения и так далее то почему мы не видим этого расширения леонард саскент физик-теоретик и один из отцов теории струн предложил свой ответ на этот вопрос и кстати его идея заодно объединяет и две крупнейшие теории физики он предположил что черные дыры расширяются увеличиваясь вовнутрь а не наружу и мы просто не способны издалека разглядеть эту особенность обычно предлагают представить измерение пространства и времени как гладкую резиновую поверхность особенность этой резиновой поверхности в том что она может очень сильно растягиваться вниз формируя глубокую гравитационную воронку но при этом не сильно растягивается в стороны если объекту добавить материи он обычно расширяется в стороны они вовнутрь как же это представить чтобы понять как в таких случаях ведет себя материя нам нужно обратиться к другой теории к счастью физиков есть квантовая механика которая описывает взаимодействие частиц и их сил надо сделать небольшую поправку и напомнить всем нам что общая теория относительности и квантовая механика не всегда соглашаются друг с другом теория струн остается одной из тех идей позволяющих соединить обе эти силы в единый союз который все так ждут но увы пока лучшие умы никак не могут это сделать как бы странно это не звучало но в необычных условиях черной дыры увеличение информации действительно может выливаться в увеличение внутреннего объема насколько понял эту идею лично я это как создать папку на рабочем столе сам ярлык папки стабилен и никак не отражает ее содержимое но внутри нее вмещается огромное количество файлов у папки получается приличный вес но с виду она небольшого размера и при этом еще вес папки вполне может оказывать влияние на вселенную то есть компьютер с виду папка как папка но внутри в общем предположение саскинда о том что квантовая механика определяет объем черной дыры заставит физиков крепко задуматься о влиянии такой идеи на другие аспекты и да это просто идея ученого его работа была пока что опубликована лишь на сайте припринтов архив . org то есть ее еще не рецензировали другие специалисты области так что к ней можно отнестись с долей сомнения да и все подобные исследования по сути тоже являются теоретическими задача же канала это интересно рассказать об этих свежих новостях заинтересовать вас кто знает возможно в будущем кто-то из вас станет лучшим мировым астрофизиком почему бы нет а пока ставьте лайк подписывайтесь на наш канал не забывая при этом нажимать на колокольчик до новых интересных встреч